Вопрос священнику Вопрос священнику Вопрос священнику Вопрос священнику Вопрос священнику Жизнь, как бы это ни было странно, пролетает для нас незаметно. Детство, юность. И вот она, взрослая жизнь. Каждый из нас задумывался, а нужно ли мне креститься? Некоторые сразу же оставляли эту мысль и сказали себе «нет». А те, кто решился, стали задаваться вопросами. А что такое крещение? Для чего оно мне нужно? Почему его называют таинством? Как подготовиться и где найти нужную информацию? Как проходит сама церемония? Нужно ли исповедоваться перед этим? Покаяться во всех грехах? Нужна ли определенная одежда для этого? Самому ли нужно покупать крестик? Какой выбирать для этого храм? С кем договариваться о проведении таинства крещения? Что само по себе оно дает? Правда ли, что так можно стать ближе к Богу? Будет ли он после этого слышать мои молитвы? Обязательно ли при проведении церемонии нужно погружаться в воду? Не опасно ли это? Правда ли, что человек после этого обретает полноту жизни? Смогут ли в церкви опустить все грехи? Нужны ли крестные мать и отец? Сколько их должно быть? По каким критериям их выбрать? Какие обязанности на них возлагаются? Нужно ли их слушать и почитать? Можно ли отказаться от крестных, если они не выполняют свои обязанности? Или у них появились тяжкие грехи? Или они ведут плохой образ жизни? Могут ли в церкви отказать в проведении таинства? А некоторые задумываются и о том, почему их родители не крестили в детстве. Родители, в свою очередь, тоже стоят перед выбором. Крестить ли своего ребенка в младенчестве или ждать, пока он вырастет? Зачем крестить в младенчестве, когда у ребенка нет ни грехов, ни веры? И как правильно крестить ребенка? Не будет ли это дорого? Что ребенку нужно покупать? Нужно ли отмечать это событие? Дать ему самому сделать выбор? Нужно ли вообще ему это крещение? Влияет ли оно на воспитание ребенка? Прививать ли с детства любовь к Богу? Разучивать ли с ним молитвы? Или же просто плыть по течению и ждать, пока он сам примет столь ответственное решение? Как человек должен прийти к вере? Сам или по настоянию других? Итак, отец Дмитрий, нужно ли креститься? Это самый первый вопрос из той череды, из того самого вопроса, который вы услышали. Ну, если человек ищет для себя, решает этот вопрос, да, есть Бог или нет. Сначала с этого он начинает обычно. Если осознаешь, что Бог есть, или для себя этот вопрос как-то решает в этом направлении даже. Ну, тогда следующий шаг — это крещение. Иначе какой смысл? Некоторые останавливаются на этом шаге. Смотря какого Бога человек себе нашел. Конечно, конечно. Но все-таки, если он рассматривает, в принципе, как все-таки мы сегодня, да, оба сидим, христиане, и думаем, что русский человек, в первую очередь, по крайней мере, большинство наших соотечественников, рассматривает именно этот вопрос. Христианство сначала, да, а потом уже все остальное. У меня было несколько таких встреч, когда люди начинали погружаться в восточную какую-то философию, в буддизм. Да, я говорю, в принципе-то изучать какие-то восточные религии, там, исторические какие-то факты, ничего в этом плохого-то нету для, скажем так, расширения своего мировоззрения, для того, чтобы как-то человек мог сравнить, наверное, что-то. Но для этого нужно сначала свою культуру знать. На Руси традиционно мы знаем после княщения князем Владимиром, да, нашей страны. И христианство до сих пор, скажем, градообразующее, не только градообразующее, в общем, государствообразующая религия. Ну, вы говорите, знать свою культуру. Ну, язычество — это тоже наша культура. Конечно. Которая, кстати, православием, вот, любой язычник современный скажет, что она вытеснена. Есть такие мнения. Вот практически религиозное меньшинство. В данный момент никто ведь человека не понуждает, не заставляет креститься, так ведь? Человек сам, каждый из нас выбирает. За детей выбирают родители. Если они сами христиане, то и хотят, чтобы ребенок стал христианином. Если у родителей есть какие-то сомнения, они оставляют этот выбор в ребенку, когда он подрастет. Так ведь? И это я считаю честно. То есть дается выбор каждому из нас. Ну, это вопрос, над которым современные богословы бьются уже, по-моему, несколько лет. Если не сказать десяток, наверное, лет уж точно. Когда нужно крестить человека во младенчестве, или все-таки он должен вырасти и сам принять решение? Собственно говоря, в нашем сюжете этот вопрос прозвучал. Ну, вот, Игорь, если обратиться к Евангелию, Христос, обращаясь к апостолам, говорит известные слова «Дети научите всех язычников, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа». Там нет разделения на младенцев и на взрослых людей. Но можно предположить, что младенца научить нельзя. Вот разве что. Крестить можно, получается, против его воли, а научить нельзя. Нет. Вот я как раз сейчас немножко расскажу случай, который у меня был на экзамене по богословию. Как раз, когда мне задали такой же вопрос, отец Георгий Ореханов, известный батюшка в Москве, который в Свято-Тихоновском преподает и принимает экзамены в том числе по теологии. Он как раз вот спросил, у меня был на экзамене такой вопрос. Вообще, почему мы крестим младенцев? Вот я тогда вспомнил такие случаи в Священном Писании, где описывается как раз присутствие и Бога, допустим, Христа в очеве Марии, и тут же Иоанн Креститель в очеве у праведной Елизаветы. Вот их встреча показывает, что младенец еще оба в утробе, а тем не менее Иоанн Креститель, почувствовав приближение Бога, взыграл. То есть проявил активность очень большую для того, чтобы хоть как-то отреагировать на присутствие Божие. То есть способен младенец воспринимать благодать Божию. Независимо даже, сколько ему дней или часов, а может, он еще в утробе находится. То есть каждый из нас способен это благодать Божию воспринимать. И не надо забывать, что каждая душа человеческая дается Богом при зачатии. То есть душа уже есть, она уже христианка по природе своей. Как мы можем отказать младенцу в крещении? — Напомню, телефон прямого эфира — 639-717. Звоните по нему и задавайте отцу Дмитрию свои вопросы. Говорим о крещении. Насколько помню, не только Иоанн Креститель взыграл, что называется. Сегодня начался праздник преподобного Сергия. Одного, наверное, из, ну не покривлю душу, я скажу, что самого любимого святого в России. — Самого любимого святого в России, да. Игумен земли русской его еще называют. Действительно так. И был в его жизни случай, когда мама еще временно преподобным Сергием пришла в храм на литургию. И преподобный Сергий три раза во время литургии возгласил в утробе матери, что слышали даже окружающие люди. То есть для некоторых, я думаю, если бы сейчас это произошло, многие из нас бы в легкий трепет это состояние такое. Почувствовали бы легкий трепет вообще. — Если бы поняли, что произошло. — Ну да, 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 да. Но именно в самые ответственные минуты божественной литургии он это сделал. — Батюшка, так для чего нужно-то все-таки крещение этого человеку? — Крещение нужно для того, чтобы... — То есть Господь, понятно, Он пришел, Он пострадал, безгрешный, загрешный. — Он показал своим примером, что необходимо креститься. Ведь ему самому не надо было креститься, в принципе-то, Христу. И так Сын Божий, и так Он весь закон иудейский соблюл. Но Он показал, каким способом люди должны посвящать себя Богу. И дал наставление апостолу. — То есть каждый человек, который принимает решение о том, что он готов креститься, он должен понимать, что его жизнь закончится на кресте. Так? — По идее... — К таких страданиям. — Если уж так взять, да. По идее, каждый из нас, когда выбирает этот путь, знаем мы из истории церкви, что множество было, скажем так, разных обстоятельств жизни церкви. Были и гонения явные, и последние были не так давно даже в нашей стране, на христианство и, в принципе, на верующих людей. И человек, идя, принимая крещение, понимает, ну, большинство, может быть, понимает, большинство, часть людей, может быть, и не понимает, но действительно это крест. То есть мы идем путем Христовым. Христос пошел на крест добровольно. Точно так же человек, если хочет жить с Богом, если хочет он как-то воспитывать своих детей так. Нет такого понятия, как некоторые мамочки приходят и говорят, хотим, чтобы у нас у ребенка все было хорошо, поэтому мы хотим его крестить. Хорошо — это не христианство, оно не характеризуется. Хорошо — это жизнь человека с Богом. Какие будут испытания в этой жизни, знает только он. И он их испытания либо дает, либо, наоборот, человеку помогает из них выйти. Но дальше все зависит от нас. Как мы принимаем решение в нужные минуты, когда нас спрашивают, допустим, верим мы в Бога или нет, хотим мы с Ним быть или нет, готовы мы отдать жизнему жизнь или нет. Многие люди, которые принимали христианство, готовы были отдать жизнь за Христа, за веру, и нисколько не отказывались от нее. Даже в наше время такие случаи есть. Батюшка, ну вот вы как, что называется, действующий штатный священник, как вы считаете, людей надо крестить по первому их желанию? — Вот сейчас есть очень хороший, в принципе, такой опыт уже. И священник Патриарха Кирилл тоже на эту тему говорит, что сначала нужно с людьми общаться, то есть беседы проводить. — Испытать их как-то. — Проводить беседы, да. И вот в нашем храме тоже эти беседы есть, конечно же, да. Но вот по результатам этих бесед, по крайней мере, можно надеяться, что когда мы человеку, даже если он пришел неподготовленный, бывает просто пришел, говорит, я хочу. Вот в священном Писании тоже ведь есть такие моменты, когда апостолы спрашивают, что нужно, чтобы креститься. Вера только нужна ответа. Только вера. Если есть вера, веришь в Бог, да, все. Но... — Не, но бесы тоже веруют. — Конечно, но трепещут. — Внутрепещут, да. И поэтому вот когда мы сейчас беседуем с людьми, они должны понимать, что такое христианство. То есть если они принимают крещение, становятся христианами, берут на себя определенную ответственность, хотят, то есть изъявляют желание уже жить по заповедям, изъявляют желание воспитывать их своих детей. — Уже он мешает жить, не крестясь-то. — Да пожалуйста, да пожалуйста, живите. И вас никто не заставляет. На самом-то деле. Никто же не заставляет человека креститься. — Вот, я и спрашиваю, а зачем смысл-то? — У человека появляется возможность вернуться в рай в этот момент. С момента крещения именно. И на крещении человеку прощаются грехи, и до этого содеянные. Он может начать жизнь с чистого листа, и пример для этого князь Владимир. В принципе-то вот если взять его жизнь, был язычником, воинствующим, участвовал даже в жертвоприношениях христиан. И после этого становится идеалом, можно сказать, христианства. На тот момент он резко, вообще резко, за несколько буквально, за короткое промежуток времени человек поменялся вообще. И начал вместо того, чтобы истязать людей, начал им помогать. Начал кормить на улицах Киева бедных. С чего вдруг такое произошло с ним, изменения? И вот не просто так церковь причислила к выклику святых, потому что действительно очень большую работу князь над собой провел. И он до сих пор является примером христианской жизни. И многие его почитают. И даже праздник сейчас святого князя Владимира, Рома Апостолю, Великим. Да, на днях какой-то. Да, красный день церковного календаря. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Звоните по нему, задавайте отцу Дмитрию свои вопросы. Возвращаясь к князю Владимиру, ну сам ли он изменился-то? Ну вот уверовал он в Бога. И прям вот единомомоментно он стал другим человеком за короткий промежуток времени. За короткий промежуток времени. Может быть Господь все-таки над ним потратился? Конечно, но все ведь промысел Божий был о нем. Ему была дана возможность. И не сразу он ее воспользовался, насколько мы знаем по истории. Он долго еще отяготился, как-то испытывал себя. Думал, может быть, не стоит. Но тем не менее, все сложилось в его жизни так, что он вынужден все-таки был принять это решение, принять крещение. В Херсан-Аисе, насколько мы помним. И вот действительно с этого момента его жизнь начинает меняться. То есть, с одной стороны, мы знаем множество примеров изменения жизни человека после крещения. Множество. Даже простого человека, который принял решение осознанно, обязательно будут изменения в его жизни. Именно тогда он уже готов отречься от каких-то своих привычек. Взять и жить определенным воздержанием, допустим, соблюдать те же самые посты. Ведь это добровольно, это же никто никого не заставляет. Именно христианин понимает, для чего он это делает. То есть, накладывает на себя определенные обязательства. Для того, чтобы именно менять свою жизнь. Для этого есть способы. Определенные подсказочки, определенные, скажем так, какие-то... Это все какие-то ограничения. Добровольные ограничения. Человек понимает, для чего он это делает. Ведь он, соблюдая пост, воспитывает свою плоть. Соблюдая молитвенное правило, укрепляет свою душу в богообщении. Когда он понимает смысл молитвы, он понимает, как он обращается к Богу, зачем он это делает, ради чего он это просит. И вот так духовная жизнь каждого из нас выстраивается. Кто-то с самого детства начинает, с самой первой молитвы, «Господи, благослови», смотря, маленький ребенок на иконочку произносит. Или «Помоги моему папе починить машину», допустим. Или «Помоги моей маме выздороветь, когда мама заболела». Так ведь? Искренность вот эта, она показывает отношение ребенка с Богом. Бог одинаково слышит крещеных и некрещеных? Вот у нас этот вопрос был как раз в сюжете. Будет ли Бог слышать молитвы после крещения? Ну, конечно, да. А как же он не будет слышать молитвы после крещения? А до? И до будет слышать. Но Бог ведь дух, да? Везде слышит. Он постоянно, везде пребывает. Как он может не слышать молитвы? Он, если знает даже каждую нашу мысль, не то что слово, которое мы произносим. Тогда мы откатываемся к теме программы, которая была в прошлый раз. Мы говорили про исповедь и причастие. А зачем тогда исповедь-то нужна в церкви, если Господь и так все помыслы знает? Так он-то знает. Но мы-то знаем их. Мы-то осознаем, греховно или нет. Когда осознаем, понимаем, начинаем свое сознание настраивать. Так и просить Бога, так изменить нашу жизнь, для того, чтобы этих помыслов к нам как можно меньше приходили. Так все равно же будут. Будут, но тем не менее, мы же знаем, что именно у нас наша церковь русская дала миру больше всего святых. Ведь это те люди, которые практически дошли до этого сами. Хотя жить с Богом, делая для этого шаги, и Бог для этого все им устроил. И они достигли святости. До сих пор являются особо почитаемыми. Независимо от того времени, когда это произошло. Когда они жили. В каких условиях. Каждый из них в свое время достиг состояния духовной радости. Духовной совершенства определенного. Напоминаю, наш телефон 639-717. Позвонив по нему, вы можете задать свой вопрос моему собеседнику. А я вот забыл свой пока. Говорил этот текст. Батюшка, вот вы говорите, что в момент крещения происходит человек обретает, человек заново рождается, ему прощаются все предыдущие грехи. Независимо от их тяжести. Вот тут сразу появляется такое искушение задать вопрос, а что же тогда вот креститься там рано или поживший немножко. А мы не знаем день своей смерти ведь. Ага, ну только если вы уже опережаете вопрос, да? Хорошо, тогда другой вопрос. Что такое полнота жизни? Вот, говорит, там, крестишься, будешь членом церкви, тоже хочется спросить, что это такое еще быть членом церкви, и какие тут обязанности и права возникают. Вот. И что такое вот эта полнота жизни? Когда человек становится христианином, ведь крещение это первое таинство, в котором участвует человек. И в котором действительно Господь освящает душу и тело человека. И с этого момента начинается, можно сказать, дверь открывается. Раньше он стоял у нее и кричал, Господи, помоги. Сейчас после крещения дверь открылась. Каждый из нас пошел по пути, у каждого это путь свой. У кого-то очень извилистый, у кого-то очень крутой, у кого-то наоборот очень тернистый. Так ведь? И вот каждый из нас идет своим путем, и нету одинаковых судеб. О каждом человеке есть свой промысел Божий. Каждого из нас Бог ведет своей дорогой. И многие отцы говорят, читал я такие слова, не мешайте Богу нас спасать. Почему? Действительно, если мы так вот внимательно будем присматриваться к своей жизни, все, что мы делаем сами по своей воле, нарушая заповеди, все ведет нас к разрушению. Если наоборот мы соблюдаем определенные правила, живя по заповедям, участвуя в таинствах, следующих уже и исповеди причастия, и венчания, и соборования, но кто-то и принимает священный сан для того, чтобы послужить Богу. Так вот, у каждого из нас свой путь, и каждый из нас, скажем так, способен в течение жизни и вынужден питаться благодатью Божией, прибегать к благодатью Божией, просить Бога укрепить нас в том или ином таинстве для того, чтобы дальше идти по этому пути. Сколько стоит крещение? Ну, вообще, на самом деле, все, что написано в храмах, цена, допустим, в каких-то есть храмах, цена на крещение. Вообще, это, с одной стороны, не совсем, может быть, правильно, с другой стороны, это определенное пожертвование на храм. И многие люди это воспринимают как определенную таксу, да, но на самом деле, вот многие батюшки, когда объясняют, раньше, до революции, допустим, да, пожертвование, посильно пожертвование. Но раньше церковь содержалась, на счет государства, она была, скажем так, одним из институтов, государства, которые участвовали в государственной жизни. За это они получали зарплату, естественно, оплачали коммунальные услуги, делали ремонт помещений, да, писали новые иконы и так далее. Сейчас все происходит на эти средства, тоже так же на пожертвование, но в некоторых храмах есть фиксированная цена, в некоторых точно так же есть пожертвование, да, и вот, по крайней мере... То есть, вот эта сумма, это какая-то минимальная желаемая сумма пожертвований, скажем. Как у одного батюшки, я видел, написано, ожидаемые пожертвования за требы. То есть, если у человека есть возможность... А если у человека нет возможности? Крестит бесплатно вообще без всяких проблем. А свечку может взять бесплатно человек, если у него нет? Если нет возможности, может. Понятно. Может, просто подойти к батюшке, и говорить, батюшка, вот нет у меня возможности, благословите, пожалуйста. Все понятно. У нас есть звонок, вам вопросы. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, меня зовут Михаил. Возможно ли человеку потерять спасение, или если это возможно, то как? потерять спасение да потерять спасибо 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 нет можно ли потерять крещение можно ли потерять крещение давайте чуть загодя зайдем крещение это таинство на таинство в принципе можно утереть или эффект оказывает него как здесь правильно сказать если человек отречется от веры можно потерять конечно саму благодать этого таинства да то есть если ты отрекаешься от бога который в ты в таинстве когда пришел к нему сначала попросил его благословение можно сказать да он тебе дал осветил душу и тело да с этого момента начинает жить но были случаи и бывают такие случаи нашей жизни когда люди потом через какой-то период времени уходят из церкви а потом допустим уходят вообще в другую стезю и начинают допустим в язычество допустим поворачивается как-то да или принимает какую-то другую все вера там на всех попадает да что в этот момент бог пребывает с ним да в какой-то степени бог его не покидает и дает ему возможность всегда в любом момент удастся ему возможность в любой момент раскается вот если этого раскаяние не произойдет то благодать крещение таинство она получается поруганная получается плохо обиделся что ли не оставил совсем человек сам это сделал он сам не может пойти против воли бог то ведь он если скажем так каждый из нас делать какие-то шаги если они соответствуют промыслу божию нас у нас все в жизни получается если не соответствует ведь мы не сразу получаем по голове за какой-то свой ошибочный там поступок если ведь бог был праведный судья каждый из нас уже положил получил бы несколько пожизненных заключений если уж взять сегодняшний бог несправедлив бог милосерден и поэтому до последнего будет ждать покаяния этой души которая вдруг куда-то отвернулась если это покаяние последует конечно же он будет прощен что бог милостивый если человека произошла такая ситуация знаете как бывает вот человек впадает там в гнев до обиделся аж на самого господа бога но так вот всю жизнь у него плохо там в семье на работе там еще где-то вот вот разом все там машина до кучи еще сломался до протек вот все по кругу и жена изменила и сработали что еще добавить не знаю про детей что не будем и вот 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 в этот момент он в сердцах говорит господи да что ж ты там вот-вот и костерит его на чем свет стоит ну так и считает его виновником всех своих неприятностей по недоразумению перекладывать на него ответственность перекладывать на него ответственность да по сути он отрекается все не нужна мне твоя помощь все отстань буду сам разбираться это уже является отречением от бога определенным от отступлением является потому что если человек сказал это в сердцах на каких-то эмоциях да то есть да мы с утра в ужасе проснулся боже что я сказал забери мои слова обратно и бежать на исповедь бачка примите мою исповедь прямо сейчас такие случаи бывают когда человек приходит прямо рано-рано утром храм когда священник еще приехал только совершать проскомедии и вот бывали таких случаях приходит бачка прямо сейчас не надо исповедоваться прямо сейчас видно еще уже приходит когда храм закрыт бачка еще там какие-то дела хозяйств не доделывает там до часов в 12 прямо вот сейчас мне надо исповедь бывают такие моменты качек явным образом чувствует может быть когда господь от него немножко отошел да в этот момент и он чувствует что что-то в жизни изменилось. Как будто он оторвался от отца, допустим, с матерью, а он еще не готов к этому, допустим, в этот момент. Забрали его от родителей, и он всеми силами пытается вернуться. Бывают такие ощущения у людей, и это, в принципе, неплохо. Это показывает, что у человека душа-то жива. Даже если он поступил опрометчиво, всегда можно вернуться, всегда можно попросить прощения и получить это прощение. Ведь именно в христианстве есть факт прощения. В других религиях нет? Факта? Нет. Поподробнее. Ну где, допустим, у евреев факт прощения? Нет, давайте начнем. Где у христиан? У христиан исповедь. Прощаю и разрешаю, батюшка читает отражительную молитву после исповеди. Так ведь? Вот в этот момент хочется всегда попросить, чтобы пояснили, что не батюшка все-таки отпускает. Батюшка читает молитву. То есть он присоединяется к раскаянию, как молитву. Он говорит властью его, Бога, то есть мне данную, прощаю и разрешаю. Ведь Христос, посылая апостолов, сказал, да? Кому отпустите грехи, тому отпустится, на ком оставите, на том оставится. Да? До сих пор это таинство исповеди совершается в православной церкви. И у католиков оно совершается. Так ведь? Факт прощения присутствует. Опережая, кстати, мы хотели еще в будущем поговорить о таинстве мира помазания, о таинстве священства. Вот несколько опережая эту программу, она, видимо, у нас случится где-нибудь в августе. Хочу спросить, ведь апостолы заговорили на разных языках. Почему современные епископы не говорят на разных языках? Почему при современном рукоположении не переходит этот удар говорения? Потому что на самом деле уже в каждом городе, в каждой стране есть и епископы, и священники, говорящие на разных языках. Зачем сейчас другим людям давать вот такие вот, в принципе, дары, что ли, если человек и так на нем разговаривают? Ну, так-то. То есть, смысл это, какой был апостолам дать дары? Чтобы евреи заговорят на разных языках, чтобы... Для того, чтобы именно просветить множество людей, да, уже живущих, у которых уже разговаривают на разных наречиях, языках. Именно для этого, чтобы они смогли понять Евангелие, для этого апостола было главное. Сейчас Евангелие уже проповедано практически везде. А, ну, естественно, если они апостолы насадили уже своих епископов, которые говорят на местном языке, то это уже, да, просто неоправильно. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы отцу Дмитрию. И сейчас предлагаю посмотреть второй наш сюжет, ну, точнее, это опрос. Вопросы к вам с улицы Архангельска. Давайте посмотрим. Каждый из нас, кто крестился или только собирается это сделать, всегда задавался вопросами. А какими? Узнали мы сегодня у Архангела Городцев. Скажите, пожалуйста, что означает сам обряд крещения и как нужно к этому обряду подготовиться и что должны знать родители перед этим таинством? В любой лицеркви можно креститься. Зачем нужны крестные родители и какова их роль в жизни ребенка? Какие атрибуты нужны для проведения таинства крещения? В каком возрасте нужно креститься? Как важно крещение для человека и его души? Давайте с последнего вопроса. Он у нас был и первым практически. Насколько важно крещение, что он означает для души? А что происходит в душе человека-то? Душа становится, может, девственно чистой в этот момент. Грехи прощены. Она чистая лица магии, на котором еще никаких нет пятнышков. С этого момента человеку вроде бы как дается возможность начать все сначала. Жизнь с Богом начинается с чистого листа. Но все равно каждый из нас знаем каждый из своих недостатков. Так или иначе. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но тем не менее все равно душа опачкается. Рано или поздно. И вот каждый тут уже сам для себя решает. И тоже решает со своим духовником, с батюшкой, к которому он ходит. Как часто им надо исповедоваться? Как часто им надо причащаться? Для того, чтобы чистоту от этой души соблюсти и сохранить на долгое время. И второй вопрос, который был первым в вопроснике. Как происходит обряд? Таинство. Таинство. Как происходит таинство? Да, как происходит таинство, как к нему подготовиться, как оно проходит? И что потом делать и не делать? В данный момент, я говорю, в каждом храме есть беседы. Если людям это интересно, они могут прийти и все послушать. Там основные элементарные понятия о крещении. Есть даже брошюрки. Есть такие в храмах, бывает, продаются. А бывает, просто их дарят в момент таких бесед некоторые батюшки или этим людям, для того, чтобы они сами подробнее могли для себя прочитать, что такое, как подготовиться. Но самое главное, что понять для себя, решить вопрос. Все-таки есть Бог для тебя или нет? Если есть, начинаем дальше смотреть. Какие есть требования? Что такое христианство вообще? Как они должны жить? Требования, мне кажется, сводятся к одному. Надо в конечном итоге полюбить Бога. И ближнего. Я так полагаю, что если Бога полюбишь, то и ближнего автоматически полюбишь. Это не всегда так. Ну, значит, это не истинная любовь к Богу. Конечно. Мне кажется, тут это две сестры, эти две любови, к Богу и ближнему, это суть одна любовь. То есть Бога полюбить. А вот как его полюбить-то? Или как раз через ближних? Для этого соблюдение запутало первых. Как возлюбить? Мы должны не только говорить словами «Господи, мы тебя любим». Я люблю Бога, и все. Мне этого достаточно. Самое главное – это любовь. Вот есть такие фразы. Нет, если такая любовь есть, я в нее готов поверить, тогда человек автоматически выполняет заповеди. Конечно. Потому что предмет своей любви он не хочет обидеть. Это как ради любимого мужчины или ради любимой женщины. Ты делаешь все, чтобы только оно улыбалось. Вот как раз в том-то и в этом весь, скажем так, смысл. Если мы Бога научимся любить искренне, мы никогда не нарушим ни одной заповеди. Становимся святыми. Ну, скажем так, приближаемся к Нему, освящаясь Его благодатью. Тогда просто есть ведь такие люди, тот же самый с Ефим Саровским, взятие известного святого, преподобный Сергий Радонежский, далеко ходить не будем, которые стяжали вот эту благодать Святого Духа при жизни, к которым люди приходили за благословением, с которыми хотели жить и общаться. Вспомни, где начал жизнь преподобный Сергий, да? Гора Маковец. Никому неизвестная, покрытая лесом гора. Он специально кто-то ушел и удалился от мира. Гора Табхолмик, в общем-то, да. Ну, возвышенность, назовем это так. Но, тем не менее, сейчас мы знаем этот город, который Сергий Лавра, Сергий Фасад. Именно этих людей, всех, которые сейчас там зовут, точно так же объединил преподобный Сергий. И объединяет до сих пор. Они все живут на этом святом месте ради того, чтобы быть как можно ближе к нему. Там его мощи находятся. До сих пор тысячи людей ежегодно приезжают к нему помолиться рядом с ним, попросить его благословения, в том числе и в учении, и в воспитании детей. Крещение облегчает задачу воспитания или усложняет? В чем-то облегчает. Потому что, если человек крещеный, мы, допустим, ребенка крестим по обету крестных, а крестные дают обет в момент крещения. Перед крещением они дают обеты за ребенка, что они сами будут жить по-христиански, и ребенка так воспитывать. Если же ребенок будет жить рядом, можно сказать, с благочестивыми людьми, он не сможет просто быть неблагочестивым. То есть определенные задатки святости уже будут в самом детстве. Читал недавно такой случай. К одному греческому старцу пришла женщина, недавно родила ребенка и говорит, батюшка, вот я родила недавно, с какого возраста мне начинать его воспитывать? Водить в церковь. Говорит, ты опоздала на 9 месяцев. Потому что именно в утробе, когда еще ребенок находится, мамочка благочестивая ходит, исповедуется, причащается, соблюдая и свою душу в чистоте. И ребенок уже способен воспринимать благодать Божию и воспринимает эту благодать Божию еще в утробе. Он, получается, и причащается вместе с мамой. У них же один кровообращение получается. Все-таки пуповины связывает. Тоже освещается в таинстве причащения. Хотя он еще не крещен. Поэтому, если Бог уже участвует в жизни человека с самой утробы, мне кажется, это намного лучше, чем тогда, когда человек уже нагрешил, уже наворотил делов, уже, может быть, побывал в местах лишения свободы, и только после этого он приходит к осознанию, что да, вот, Господи, ты есть, прости, и начинает свою жизнь уже с таким багажом. Да, в крещении прощаются грехи, но, тем не менее, привычки остаются. И с ними уже намного сложнее бороться, чем если бы их вообще не прививать. Так ведь? А без крещения возможно познать добро и зло, чтобы не прививать эти привычки? Мы на самом деле знаем, что в мире есть множество конфессий, назовем этим словом, да, традиционных религий, в которых люди тоже стараются найти Бога. Каждый из них ищет его именно там, да, куда приходит, там, где он родился, где он воспитан. И неужели Бог не участвует в его жизни? Конечно, участвует. Все же творения. Душу-то он дает ведь каждому человеку. Да? И есть... Кстати, в какой момент он ее дает? Момент зачатия. А до этого душа где пребывает? У Бога пребывает. В раю? Скажем так, можно сказать, что и в раю, наверное, да. Так зачем ее оттуда-сюда-то, бедненькую? Жила в тепле, хорошо, рядом с Богом. С одной стороны, не то чтобы в раю, там, скажем так, у Бога есть промысел, да. Вот если мы вообще начнем немножко мыслить, а для чего рождаемся вообще мы-то? Да, то есть, ведь есть, например, такая богословская теория, которая гласит о том, что все мы рождаемся и дает Бог душу каждому человеку для того, чтобы из этих именно людей, каждый из них, из этих людей, сделал выбор и стал святым. И именно это количество людей восполнит число падших ангелов. Именно это души праведников восполнит число падших ангелов, которые в свое время были изгнаны Богом, то есть, Архангелом Михаилом. То есть, задача человеку стать ангелом? Стать святым. Задать человека – стать святым. У нас множество добрых людей и других конфессиях. Если бы их не было вообще, мир бы уже погиб, на самом деле. У каждого есть общество, у каждой страны есть свои достойнейшие люди, которые, даже не являясь христианами, достаточно неплохо живут, именно благочестиво живут, искренне. Это не значит, что Бога с ними нет. Но просто каждый из них делает так или иначе… Серафим Роз, знаем такого батюшку, да? Он ведь тоже искал, множество, скажем так, изучил религии, прежде чем принять православие. Бог ведь его вел, давал ему возможность, пребывал с ним, помогал. Вот так у каждого человека в жизни понимают. У каждого из нас есть возможность разобраться. Никто насильно в церковь не тащит. Я говорю наоборот, не надо детей крестить и людей не надо крестить, если человек этого не хочет. Ведь есть такое, что пошли какой-то бабки. То есть, крестить надо либо, когда человек в сознательном возрасте сам изъявляет желание, делает ответственный поступок, либо он рожден в семье вот таких вот людей, знающих, что такое православие, крещенных, и которые знают, что они его воспитают в православной вере. Конечно. То есть, если люди изначально понимают, что они не будут так воспитывать, еще неизвестно, хорошо они сделают или плохо. Ведь они дадут ответы, и их не выполняют. А то, может быть, лучше пусть с него спросится, как с язычника, чем как с православного. Поедение-то, да? Ну, естественно. В завершение, буквально вот уже у нас минутка до конца программы осталась, и у нас один вопрос, который я вам еще не задал. Крестные. Кто такие? Зачем нужны? Как выбирать? Какие их обязанности? Можно ли, в конце концов, от них отказаться, если они сами впали в грехи, в тяжкие? Сразу комплекс вопросов. Крестные — это люди, которые берут на себя ответственность за воспитание человека христианина. Конечно, их подбирают родители. И очень часто крестных выбирают не потому, что они благочестивые люди, а потому, что они просто близкие, друзья, знакомые, родственники. Но, тем не менее, всем совет людям и родителям, которые выбирают крестных для детей, смотрите на то, как человек живет. Если он живет благочестиво, если он, может быть, не совсем часто и ходит в церковь, но, по крайней мере, верит в Бога, пытается что-то делать в своей жизни, изменять ее к лучшему, возможно, у него получится стать для вашего ребенка авторитетом, примером определенной благочестивой христианской жизни. Если это не так, я не советую брать таких людей в крестные, потому, что ребенок, если будет видеть негатив в крестном, если крестный так себя ведет, значит, и мне так можно. Поэтому, конечно, при выборе крестных нужно смотреть в первую очередь на то, как человек живет, и в первую очередь живет с Богом и в обществе. Какова основная задача крестного? Что первонаперво он должен делать по отношению к своему? Ну, желательно, конечно, чтобы они достаточно регулярно винились. Потому что именно ребенок, видя его жизнь, или видя жизнь к своей крестной, мог для себя какие-то моменты даже невольно черпать. Во-вторых, каждый из крестных должен молиться за свое чадо. Раз он взял на себя ответственность, то должен просить Бога, чтобы Бог поучаствовал в жизни этого крестника, помог ему, естественно, крестное, да и молитвенное воздыхание, ежедневное, должен, конечно, Богу приносить. Искренне это должно быть. Потому что он взял на себя ответственность, как за воспитание собственного ребенка. Раньше, в годы войны, была такая традиция, среди русских людей, в том числе, если родители погибали оба, они брали своих крестников, свои семьи, воспитывали как родных детей. Конечно, если он плохо живет уже, если ты видишь, ну, по крайней мере, если ты адекватный человек, ты поймешь, что так просто нехорошо поступать. И постарайся своей жизнью уже, как крестник, молиться за своего крестного, для того, чтобы Господь, опять же, укрепил его в выборе, в изменении его жизни как-то. Появилось, что у него желание измениться. Ведь это и есть вот эти отношения, данные Богом, для того, чтобы мы друг друга могли поддерживать. Бывает, ребенок родителей приводит в храм, я от себя только добавлю, что быть крестным, а я сам являюсь крестной, причем взрослой крестной дочери, для меня открылось в свое время чудо, что совершенно посторонние люди, знакомые, так скажем, по компании, становятся друг другу родными. Это что-то совсем не пустое слово, быть крестным. Конечно. Собственный опыт. Я на этом, к сожалению, вынужден завершать программу. Время подошло к концу. Напоминаю, у нас в гостях был отец Дмитрий Аполлинарьев, клирик храма святых Кирилла и Мефодия, города Северодвинска. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Прошу вашего благословения нам, нашим зрителям. Помоги Господи всем вам. Надеюсь, что в вашей жизни состоится этот выбор. Возьмете на себя вот этот крест, да, христианский, и донесете его до конца с победой. Помоги всем вам в этом, Господи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова